Привет! О героях нашей сегодняшней подборки тебе не расскажут на уроках биологии. Мы собрали для тебя кадры с самыми необыкновенными природными аномалиями в мире животных. Устраивайся поудобнее и добро пожаловать в наш кабинет редкостей! Представляем твоему вниманию величественную пиросому! Как ее только не называют! И подводной трубой, и гигантским червем, и морским единорогом. Но есть один нюанс. Сама по себе пиросома крошечная. А то, что ты видишь на этих кадрах, это огромная колония, которая имеет привычку собираться во что-то вроде многометрового шланга. Самое интересное, что они обладают биолюминесценцией. Так что морские обитатели частенько могут любоваться целыми световыми шоу. Кажется, эта птица сейчас плотно пообедает беззащитным пауком. Не ожидал такого твиста? What a twist! Да уж, природа снова оказалась хитрее. Как ты понял, это никакой не паук, а часть тела коварной гадюки. Только представь, эволюция наделила эту змею уникальной приманкой, которая привлекает птиц и ящериц на раз-два. Едва те успевают что-то понять, как уже оказываются в цепких тисках рептилии. Раз уж выпуск про животных, то что здесь делает коряга, подумаешь ты? Но поверь, мы не ошиблись. Это горгоноцефал – иглокожее животное, которое часто встречается в арктических водах. Большую часть времени эти создания питаются морским мусором. Но если поблизости оказывается кусок пищи покрупнее, они дерзко захватывают его лучом и молниеносно отправляют в рот. Еще горгоноцефалы умеют светиться. Так они привлекают мелкую добычу, а опасных хищников наоборот отталкивают. Тебе может показаться, что это обычная змея, но присмотрись повнимательней. Да, у этого приятеля есть ноги. Все верно, это ящерица по имени трехпалый сцинк. И необычная внешность – не единственная ее особенность. Эта рептилия – одна из немногих, кто комбинирует несколько способов размножения в зависимости от условий. В более жарком климате эти ящерицы откладывают яйца, а в прохладных местах становятся живородящими. Полезная суперспособность. Просто любопытно, что чувствует человек, чья собака, скорее всего, раз в шестнадцать накаченнее, чем он. Это существо выглядит как герой твоего ночного кошмара или как существо из фильма «Тихоокеанский рубеж». Знакомься, гигантский изопод. Он обитает на глубине от ста семидесяти метров до нескольких километров, а размером может быть больше человеческой головы. Напрягаться этот приятель особенно не любит, поэтому питается в основном мертвой рыбой и другой падалью. Одно радует – ты его вряд ли встретишь, если, конечно, не решишь стать профессиональным дайвером. Так к началу летнего сезона могла бы выглядеть любая корова, если бы не пропускала дни рук в зале. Ладно, будем честны, этим ребятам просто повезло с генетикой. Перед тобой бельгийская голубая корова. В их организме нарушена выработка миостатина – белка, который препятствует росту мышечной ткани. Поэтому они и раскачиваются до невероятных размеров, не прилагая к этому особых усилий. При этом с голубым цветом их на самом деле мало что связывает. В отличие от этих красавцев, которые в полной мере оправдывают статус розовых буйволов. Как ни странно, но причина необычному окрасу – альбинизм. В их шкуре нет пигмента, благодаря которому большинство особей коричневые. В дикой природе под палящим солнцем рогатым альбиносам приходится не сладко. А вот в прохладном загоне они чувствуют себя вполне комфортно. Если отбросить всю брезгливость, можно найти в этом мини-монстре с мохнатыми лапками определенное очарование. Это скотопланис из рода морских огурцов, который населяет только самые глубокие воды мирового океана. На морском дне это создание аналог наземного червя. Скотопланис жадно поедает всевозможные отходы и перерабатывает растительные остатки. Увы, сегодня его популяция поставлена под угрозу из-за глубоководного троллиния и загрязнения океанов. Эта корова словно сбежала прямиком из древнегреческих мифов. С определенных ракурсов этот малый выглядит, как обычный черный кот. Но ты еще не видел его походку. Паукообразный способ передвижения котика – следствие редкой травмы. Хозяйка нашла его уже с вывернутыми ногами, которые, вероятно, были такими всегда. Но если бы на улице этот малыш просто не выжил, то теперь можно не сомневаться. Он окружен заботой, а его особенность только придает ему шарма. Аквариум, который вполне мог бы заменить настольную лава-лампу. Если, конечно, иметь столько нервов, чтобы видеть это каждый день у себя на рабочем столе. Несмотря на свой пугающий внешний вид, морские черви-эхиуриды совершенно безвредны и вообще предпочитают жить в образе хикки. Что, впрочем, не спасает их от человеческих прихотей. В азиатских странах эхиурид считают настоящим деликатесом. Пиши в комментариях, рискнул бы попробовать такую закуску. Удивительный факт. В мире всего 30 таких собак, как эта. И пусть он и похож на гибрид пса и гиены, в него невозможно не влюбиться. Как тебе эта красотка с эффектным макияжем? Имя у нее, кстати, не менее экстравагантное. Не топырь Дарвина. Но и это не все ее особенности. Рыбка плохо плавает, а по дну океана перемещается с помощью мощных грудных плавников. Из-за этого ее тело иногда выглядит таким накаченным, словно рыбка днями и ночами пропадает в подводном спортзале. Не зря именно этот вид стал прототипом одного забавного персонажа из губки Боба. 1-0 в пользу тех, кто верит в магию и фэнтези. Как еще объяснить поразительное сходство крокодиловых сцинков с настоящими драконами? Крокодиловые сцинки — не только живые доказательства того, что драконы существуют и не только во вселенной Поттера и Игры Престолов. Но и что они были очень милыми! Коровы-альбиносы и двухголовые коровы сегодня уже были. А вот одна змея, которая заполучила комбо-набор. Кстати, это тот редкий случай, когда животному в неволе действительно лучше, чем в дикой природе. Такие двухголовые создания очень быстро умирают за пределами террариума. Прежде всего потому, что они просто не могут договориться между собой, куда ползти и как действовать в той или иной ситуации. Ну а про то, какие споры кипят в этой семейке, даже представить страшно. Пожалуй, птицы-креповие мы еще не видели. Перед тобой действительно очень редкое животное, которое мало изучено человеком и почти не попадается ему на глаза. Это ночная птица под названием исполинский козадой, которая весит немногим более 200 граммов и обитает на американском континенте. Помимо того, что выглядит она непривлекательно, эта птица еще и очень громко орет. Отсюда и легенда о ее происхождении, в которую верят некоторые латиноамериканские народы. Суть ее в том, что козадой – это оставленные родителями дети, которые превратились в необычных птиц с огромными глазами и обладающие душераздирающим криком. Авторы этого видео даже не представляют, какое сокровище держат в руках. Они-то думают, что случайно выловили какого-то монстра-вредителя. На самом деле это мечехвост, один из древнейших морских обитателей. Для человека мечехвост совершенно безвреден, более того, спасает жизни. У мечехвоста голубая кровь, которая широко применяется в фармацевтике, так что он часто становится жертвой браконьеров и охотников. Ты наверняка помнишь Грампи Кэт, кошку-легенду, которая всегда выглядела недовольной. А видел ли ты эту собаку, которая словно постоянно в шоке от происходящего? И нет, это не особенность ее характера. Просто Белль тоже родилась с редкой особенностью, которая заставляет мышцы на ее голове оттягиваться назад. Милашку Федю тоже любят тысячи людей в интернете. А все потому, что природа наделила его таким необычным взглядом. Что бы он ни натворил, злиться на него просто невозможно. Когда одна супружеская парочка из штата Нью-Йорк отправлялась утром на традиционную рыбалку, она совсем не планировала совершать научные открытия. Каково же было удивление этих двоих, когда они вытащили из воды рыбу с двумя ртами. Никто, правда, так и не понял, природная это мутация или следствие загрязнения океана. Но одно ясно точно. За раз можно съесть вдвое больше, и это круто. Не нужно быть экспертом в дикой природе, чтобы сказать, что в любом бою с сородичами он точно выходит победителем. Но это еще далеко не все сюрпризы, на которые способна природа. Как тебе, например, щенок с пятой ножкой вместо хвоста. Уверены, бегать он будет быстрее всех сверстников. Кто фанат, расскажите. Вот для этого карманного монстра какой покебол нужен? Португальский военный кораблик всем своим видом так и манит себя потрогать. И некоторые неопытные туристы ведутся на этот трюк природы, а потом расплачиваются здоровьем и даже жизнью. Потому что в этом и состоит цель медузы — привлечь несмышленую жертву. А потом поразить ядом и щупалец, который по силе ничем не уступает змеиному. Выжить после встречи с португальским военным корабликом все-таки можно, но только если сразу же принять меры. Немного пофантазируем. Представь себе гибрид жирафа, лошади и зевры. Непростая задачка? Теперь давай проверим, насколько у вас с природой похожее воображение. Это милый Акапи. И проживает он в одном единственном государстве — Демократической Республики Конго. Кстати, вес этих зверей куда внушительнее, чем можно подумать. Больше двух сотен килограммов. А язык у Акапи такой длинный, что она вылизывает им собственные глаза. Но еще один любопытный факт — беременность у самки Акапи длится около 450 дней. Не слабо так, а? Удивительный вид кошачьих, про который Дисней мог бы нарисовать отдельный мультфильм. Это тигон, поместь самки льва и самца тигра. Скрещивать эти два вида не такая уж странная затея, как может показаться. На самом деле тигры и львы генетически очень близки, а в масштабах развития науки их разделение произошло сравнительно недавно. Эти котики-близнецы родились с гетерохромией, разным цветом радужной оболочки глаз, и, кажется, своим невероятным взглядом вполне способны загипнотизировать. Переход на светлую сторону Бартака совсем избаловал. Особенность этого кота не так заметна невооруженному глазу, но в то же время делает его совершенно особенным. Только взгляни на этот нос! Среди псов, кстати, такие аномалии тоже встречаются. Готовы спорить, нюх у него фантастический даже по меркам собак. Мейн-куны, конечно, те еще великаны, но даже среди них есть рекордсмены по габаритам. Этот пушистый комок перед тобой — кот по кличке Кефир, который весит 12,5 килограмм. Теперь просто попробуй представить, как он пытается свернуться клубком на твоей груди посреди ночи. Хит-парад диковинных животных окончен. Пиши, кто из уникальных представителей фауны особенно запомнился. Делись историями, если встречал необычных зверей. Окей? И не забудь про лайк ролику. До скорого! Любишь кино, но не всегда находишь пару свободных часов? Подписывайся на канал «Соленый попкорн». Здесь в деталях раскрываются сюжеты самых крутых фильмов, которые точно стоит увидеть. Заинтригован? Тогда ждем на следующем сеансе. Не забудь захватить с собой попкорн. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok